ВОЛД ФЕШНН НЮС Всем привет! Вы смотрите программу ВОЛД ФЕШНН НЮС и с вами я, Ксюша. Сейчас расскажу, какие новости принесла нам эта неделя. Как нас не пугали в начале лета страшными прогнозами о том, что школьники и студенты до конца 2020 года будут учиться из дома, а все образовалось хорошо. Даже линейки провели как положено, с цветами и колокольчиками. Покажем вам сначала самых знаменитых первоклашек страны. Вроде бы мы совсем недавно рассказывали о том, что Тимати и Алена Шишкова стали родителями, а вот уже их дочь Алиса идет в школу. Боевое настроение налицо. Гарик Харламов тоже проводил свою дочь Настю в первый класс. Школу выбрал элитную, президент. А Яна Рудковская отправила своего гном-гномоча в самую обычную государственную школу. Но вниманием его, конечно, не обделили. На линейке он шел в первой паре вместе с учительницей, а в классе его посадили за первую парту. Гарри и Елизавета Галкины тоже впервые пошли в школу. Дети переживали и радовались, а родители растрогались до слез. Филипп Киркоров не смог проводить своих детей в школу. За него это сделал дедушка Бедрос. Зато Филипп воспользовался случаем и похвастался своим отличным школьным аттестатом. Первое сентября также провели со своими уже более взрослыми детьми Ксения Бородина, Алексей Ягудин, Анфиса Чехова, Яна Чурикова, Юлия Барановская и многие другие. Поздравив всех учащихся с праздником! Вот вы не верили, признаюсь я тоже, но это случилось. На днях состоялась первая крупная премия офлайн за последние полгода. Это MTV Video Music Awards 2020. Сейчас покажем и расскажем, как все прошло. В ночь на 31 августа в Нью-Йорке прошло одно из первых крупных шоу в постковидную эпоху. Вручение премии MTV Video Music Awards 2020. Все выглядело как обычно. Ковровая дорожка, награждение, выступление. Правда, перед пустым залом. Да и концертная площадка была не одна, а пять в разных районах Нью-Йорка. В категории видео года одержал победу певец Weekend. Композиция исполнителя также получила награду, как лучшая песня в стиле R&B. Корейская поп-группа BTS первенствовала с песней On в номинациях «Лучшее поп-видео», «Лучшее икей-поп-видео» и «Лучшая хореография». Она же получила премию как лучшая группа. Певица Тейлор Свифт получила награду за лучшую режиссуру клипу. Она сняла видео на свою песню «The Man», а также исполнила в нем главную мужскую роль. В специальной номинации «Лучшее музыкальное видео из дома» победили Ариана Гранда с Джастином Бибером. Ну и, конечно же, зажгла праздник Леди Гага. За вечер она сменила 9 нарядов и взяла 5 статуэток «Артист года». Лучшая песня, лучшая коллаборация, лучшая съемка клипа и введенная только в этом году категория MTV Trikan. Она выдается артистам, которые помимо музыки также проявили себя в актерском мастерстве и моде. На красной дорожке Леди Гага предстала в образе астронавта или, как показалось некоторым, белочки из Панчбоба. На сцену артистка выходила в нарядах от Ирис Ван Херпин, Кристофера Джона Роджерса, Валентина, Мануэля Альбарана, Кэндис Кока и многих других. Посмотрите сами. Главное, чем выделялись все эти образы, это креативными масками. Гага даже сказала о важности ношения масок в общественных местах и бросила вызов друзьям показать свои маски. Леди Гага бросила вызов показать свои маски. И бренд LG подхватил. Представил свое чудо-устройство с очистителем воздуха. Какими еще модными новинками порадовали нас бренды, сейчас расскажем. Итак, компания LG представила медицинскую маску с очистителем воздуха и аккумулятором. Выглядит громоздко, но зато обещает замедлить распространение коронавируса. Новая коллекция Эмили Ротаковски не спасает от вируса. Зато дарит эстетическое удовольствие. На днях состоялась презентация летних платьев от модели. А Nike выпустили первую в истории бренда коллекцию спортивной одежды для беременных. Ее уже протестировали беременные женщины. Одной из них стала Перри Эдвардс. Свой опыт ношения новых моделей она описала так. Эта экипировка просто мана небесная. Поначалу я пыталась влезть в свои обычные леггинсы, но они оказались слишком узкими и тугими. Эти же совсем не такие, хоть и довольно плотные. Никаких молний, шнурков. Проскальзываешь внутрь, а леггинсы будто тебя подхватывают, подстраиваясь под округлости тела. А Adidas продолжает свое сотрудничество с Prado. Совместно они представили еще три модели культовых кроссовок Superstar. Теперь они есть в белом, серебристом и черном цветах. 10 сентября бренду нижнего белья Ким Кардашьян исполняется год. Совсем скоро нас ожидает новый рекламный кампейн, а пока что звезда делится прекрасными кадрами со съемки в своем инстаграм. А команда Balenciaga решила показать весь размах. Они разместили плакат новой рекламной кампании Scardy B прямо на Лувре. Да, кстати, теперь она официальное лицо бренда. Тем временем в Токио завершилось шоу Louis Vuitton. Это не первый показ мужской коллекции сезона «Весна-лето 2020». Virgin Ablo придумал, что каждый сезон Louis Vuitton будут перемещаться по миру. Модели перемещались по импровизированному подиуму Токио в ярких брюках, пиджаках в черно-белую клетку, ярко-желтых дождевиках и свитерах с логотипом Louis Vuitton. В общем, чего говорить, смотрите сами. Ну а мы официально закрываем летний сезон и представляем для вас тренды сезона «Осень-зима 2020-2021». Присаживайтесь поудобнее и слушайте. Итак, начнем с цветов. Своё первенство обещает поддерживать оттенки синего. Звучит не очень захватывающе, но если назвать их цветами вечернего неба, то картина станет более интересной. В общем, называйте, как хотите, но обязательно примерьте этот тренд. Не нравится синий? Выбирайте серый. Он точно подойдет любому человеку, в любой ситуации и в любое время дня и ночи. Сочетать можно с другими оттенками или отдать предпочтение сдержанному Тоталу. Если вы считаете монохромы Тоталуки слишком скучным решением, то поищите одежду с абстрактными графическими рисунками. Они сейчас как раз набирают популярность. Если вы любите эпатировать, привлекать внимание или просто хотите изменить впечатление о себе, то вам подойдет одежда из черных прозрачных тканей. Если не представляете, как такое можно носить, взгляните на подиум. Дизайнеры уже все придумали за вас. Ну и прекрасная новость для тех, кто не планировал обновлять гардероб к осени. Трикотажные платья, пальто в клетку и черные кожаные плащи и куртки никогда не выйдут из моды. На этом у меня все. С вами была Ксюша. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых модных и актуальных новостей недели. Субтитры сделал DimaTorzok